Ну что ж, мы продолжаем, попутешествовали, проводили наши гостей, сейчас у нас в студии еще одни гости, которых мы тоже ждали с утра пораньше. Да, друзья, мы продолжаем наше доброе утро, и сегодня у нас Канат-Надырбек, это заслуженный артист Кыргызской Республики, главный балетмейстер Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Молдебаева. Также здесь у нас Дарья Лякишева, бывшая артистка Большого театра города Москва, сейчас прима-балерина нашего театра оперы и балета, правильно все говорю, да? Не ошибаюсь? Все четко, у нас, друзья, немножечко гости стесняются, пока ничего, мы сейчас их разговариваем обязательно. И, конечно же, Даяна Кадыралиева, прима-балерина, у нее будет дебют в роли Жизель, собственно, вот она перед вами здесь. Друзья, доброе утро, как вы у нас добрались? Доброе утро, доброе утро. Спасибо большое за приглашение, не ожидал, я редко здесь езжу по этим улицам, пробку попал, но успели. Ну, в любом случае, да, у нас утро пробки именно по магистрали, но, тем не менее, мы очень рады вас видеть этим солнечным утром. И сегодня будем говорить о спектакле Жизель, который будет совсем скоро, да? Говорим о спектакле, да? Это завтра, 20 октября. Завтра, 20 октября. 19.00. Всех вас ждем, всех зрителей, гостей столицы. Последний раз мы Жизель ставили 15 января этого года, и с течения этого года у нас не было спектакля. Так как у нас не было исполнительницы в роли Жизель, 15 января этого года мы привозили приму-балерину Новосибирского театра. Она заслужена артисткой Российской Федерации, она танцевала в этой роли. И мы решили с руководством театра воспитать нового поколения. И впервые на сцене у нас выйдет Даяна Кадралиева. Она исполнит партию Жизель, Дарья Лякишева в партию Мирты. И всех ждем. Я вообще полный дилетант в сфере балета, танцев и так далее. Есть ли какой-то сюжет у этого произведения? Что там происходит? Может, расскажете? Давайте дадим слово дамам. Они лучше. Да, есть сюжет. Это вообще древняя легенда немецкая. Она заимствована у Генриха Гейна. И вообще этот сюжет создавался тремя людьми. Сюжет о прекрасных девушках в Велисах. Это мы, Генриха? В Велисах. Да, это мы. Сюжет о прекрасных девушках в Велисах, которых бросили до замужества, пообещав жениться. И, соответственно... Какой ужас. Да, не сделав этого, девушки погибли. И они в образе таких неземных существ... Ангелы, наверное, да? Ну, совсем это не ангелы, это неземные существа. Они мстить приходят? Да, они приходят мстить. Они затанцовывают своих... Вообще всех мужчин, которые попадают к ним до смерти. Ничего себе! Да, так что все очень... Опасные красавицы сегодня на нашем диване здесь в студии находятся. Даяна, первый твой опыт, расскажи, сколько тебе лет, мне вот интересно. На данный момент мне 19 лет. Это будет мой первый опыт на большой нашей сцене. Первый раз я буду танцевать ведущую роль в классическом балете в качестве артистки. И очень волнуюсь, и поскорее жду свои премьеры. Мне кажется, Дарья тебя поддержит. У вас, я так понимаю, огромный опыт уже в этом. Вы знаете, как себя вести, как что нужно делать, и поэтому у тебя не возникнет никаких проблем. С какими вообще сложностями столкнулись в целом, когда готовили этот фиктакль с новыми артистами балета? Никаких сложностей нету, потому что у нас все балерины талантливые, способные, схватки, сделали на высшем уровне. Ничем не хуже Большого театра, ничем не хуже Мариинского театра, и хотим показать завтра это все. Круто, я знаешь, всегда в детстве мечтала быть по резинам. Мне кажется, каждая девушка в этом мире, смотря на эти пуанты, какие высокие, красивые девушки научатся на балерин, хотели стать балеринами. Ты лучше посмотри на картинки, которые в интернете, когда они снимают эти пуанты, и как выглядят их ноги. Я думаю, у тебя желание отпадет стать балерины. Я думаю, что это миф. Верно? Это миф? Бывает по-разному, но это инструмент, ноги наш инструмент, поэтому за ногами надо также следить. Как и за любым другим музыкальным инструментом или любым другим инструментом, поэтому бывают всяческие неприятности, но... Но не до такой степени, как в интернете. Ну, нет, бывает и такое, конечно, но это какие-то такие прям уж курьезные случаи. Моё чистое любопытство, в каком положении нога находится в этой обуви вашей профессиональной. То есть, я правильно понимаю, что у вас пальцы согнуты? Нет, они прямо на пальцах, да. Я всё время боялся, что они вот так вот, и вы каким-то образом ещё умудряете танцевать. Раньше, где-то лет 20-30 назад, обувь делали из гипса, носочек. Они на гипсе стояли. А сейчас уже начали делать пластиковые такие стаканчики. Они в этот стаканчик пальцами залазят и стоят в обуви. Ничего себе, надо иметь пальцы. Ну да, это тоже представлять всем весом стоять на пяти пальчиках. И ещё крутить, и прыгать, и делать ещё такие элементы. Да, это, конечно, адский труд и боль. Интересно, а скольки лет вы вообще в целом пошли в балет? Я, допустим, в балет пошёл с 9 лет. С 9 лет. Это поздно считается? Нет, это вот сейчас балетные школы отбирают с 9-10 лет. Потом мы там учимся 8 лет и выпускаемся уже средней специальности образования. И получаем диплом как общеобразовательный специальности. Мы можем пойти дальше по балету, мы можем пойти дальше учиться в университеты. В этом плюс. В балетных школах ты можешь уже получить диплом уже специальности. То есть не как спортсмены, которые сначала посвятили всю свою жизнь спорту, и потом, завершив карьеру, думают, что же делать дальше? То есть у вас в этом плане... Нет, в балете вот в этом плане лучше. И всем советую, всех родителей отдавать в балетную школу своих детей. Потому что в балетных школах дети воспитываются намного лучше, считаю, что намного воспитаннее. И ничем не рискуете. Мне кажется, очень строго там всё. Но зато дети выходят воспитывая. Дисциплина, осанка, фигура, красота. Ну да, это, конечно, да. Это не отнять. Можно берут время назад, да? Мы пойдём в балетную школу. А вы, Дарья, во сколько вы пошли в балетную школу? В балетную школу, также в училище. Я поступила в 10 лет. Как общей хореографией начала заниматься с 4 лет. Девочки обычно, девочек раньше отдают. Но основная, да, то есть профессиональная деятельность с 10 лет. То есть вы учились в Москве? Я училась в Москве, да. А теперь вы пришли к нам? Да. Навсегда? Надеюсь. Это на самом деле круто. А вы, Даяна, тоже, да, по-моему, 9 лет? Да, я тоже в 9 лет поступила в наше училище. Круто. Вообще, на самом деле, очень классно, что люди посвящают свою жизнь балету. В общей сложности 10-15 лет, да? Вот, Даяна, ты 10 лет уже в балет? 9. 9-10 лет. Да. Круто. И это твоя первая роль. Вообще, в целом, доверять Даяне роль, это была хорошая идея, по вашему мнению, как заслуженного артиста? Ты вот так в предоянии решил об этом спросить, да? Да, вы увидите потенциал у вас в своих учениках? Конечно, если не было никаких потенциалов, там в балете, знаете, не только же талант и фактуры, и физические данные, да? Все, рассматривайте. Во-первых, смотрится характер. Если нет характера у каждого человека, тогда из него зачем пытаться что-либо вытащить и заставлять человека делать, если нет желания и характера чего-то добиться. Ну, вот качество главного балетмистрия с апреля месяца, и с апреля месяца я сейчас присматриваюсь и изучаю наш балет и коллектив. Во-первых, вот первая сольная партия у Даяны в классических танцах, в классическом балете, спектакле. И завтра посмотрим. Как часто проходят тренировки или репетиции, или как правильно сказать? Каждый день у нас с 10 утра до 11 урок классический. Потом уже начинается по порядку. Сольная репетиция, массовая репетиция. То есть все по полочкам. Кроме понедельника. Кроме понедельника. Да, потому что мы по субботам, воскресеньям, да, мы у нас спектакль. Ну, пятница, суббота, воскресенье у нас спектакль. Понедельник, KFC. Да. Можно, восьмедельник. Или нельзя? Да, они там неплохо едят. Девочки скромничают вообще. Я думала, у них очень жесткая диета. Диеты, допустим, редко кто держит. Диеты начинают соблюдать уже после 35 лет. Потому что... До этого все сжигается, наверное, масло на тренировках. Конечно, я за один спектакль, допустим, когда я танцевал «Спартака», я сжигал где-то около 4000 калорий. Ух ты, за один спектакль. Ничего себе. То есть вы еще побольше всех остальных кушаете? Да. Вам потому что больше нужны сил. А сколько длится одна тренировка? По-разному. По состоянию, да. Но иногда некоторые выписывают себе час, там им достаточно полчаса репетирует. Некоторые выписывают час, и они репетируют два часа. Это как пойдет репетиция. Я знаю, что гибкость — это такой ген, вот он либо есть, либо его нет. То есть выносливость можно развить, а гибкость, вот она как бы должна быть врожденной. Или же вы можете со мной поспорить и сказать, что все-таки можно добиться хорошей растяжки, пластичности, начав заниматься балетом? Нет, конечно, да. Даются от природы прыжок, от природы растяжка, гибкость, координация. Потому что в балете, в первую очередь, координация. И выносливость тоже самое. Я не могу сказать, что она со временем приходит. Вносливый человек — это уже должно быть изнутри. Если ты хочешь сам терпеть это все, хочешь всего-то добиться, ты должен уже, это сила воли и характер. Есть артисты балета и балерины, которые менее способны, менее талантливы, но у них есть стержень. Они добиваются намного лучше результатов, нежели человек, который уже с гибкостью. Дарья, если вспомнить детство, вернуться, да, было ли это ваше решение, или все-таки родители сначала настояли на том, чтобы вы занимались балетом? Мы тут с родителями расходимся во мнениях. Я начала заниматься сначала народными танцами. И вот как помню, что мама говорила, ой, пойдем посмотрим там маленькие балеринки. Мне так не хотелось. Она говорит, ну пойдем же посмотрим. Ну вот мы пришли, ну хорошо, посмотрим. Пришли, а там сразу начали меня проверять лягушка, складка. Ну обычный набор движений, который обычно проверяется у детей. Я говорю, ну ничего, девочка на шпагат не садится, ну можете приходить. И вот начали ходить. И все. Начали ходить. Это прям тактика моей сестры. Она также со старшей племянницей, которая очень своенравная такая, с характером. Вот она, если хочет привить ей любовь к какому-то хорошему занятию, она тоже. Ну просто сходим посмотрим. Да-да-да. Ничего страшного там нет. Давай просто вот. Если не понравится, сразу уйдем. И как правило, она уже втягивается. Вот видимо с вами такая же история была. Так и бросили народные танцы. Ну практически, да. Практически-то я сразу перешла и все заболело балетом абсолютно. У нас для вас есть специально подготовленный Блиц-опрос, который мы готовы сейчас почитать. А можно до него еще один вопрос задам? Да, давай. Вот с таким, неправильно бы сказать уровнем, а с таким режимом тренировок, да, с личной жизнью у артистов балета как вообще? Как у вас? Хватает ли время на свидание как-то вот с близким человеком время провести? Ну большинство артистов балета, особенно в таких моментах, когда в театре очень много работают, там, допустим, в Большом Мариинке, там они же заходят в театр в 9 утра и выходят там в 11 часов вечера. И они все время в театре находятся и чаще всего уже влюбляются, жениться. Все в театре происходит. Да, все в театре происходит. Ой, классно. И, конечно, в плане личных отношений, когда, допустим, у тебя супруга или супруг, допустим, в сфере другого, и ты уезжаешь на гастроли, там, на 3-4 месяца, конечно, там тоже бывают такие непонятки. Ну по-разному, да, надо уже иметь гибкость, взаимопонимание, взаимоуважение. То есть, скорее всего, это уже будет семья артистов балета в большинстве случаев, да? Да, большинство, да. Оба будут заниматься. Все, давай свой блиц-опрос, мне просто было очень интересно любопытно. Блиц-опрос, задаю вопросы, вы отвечаете максимально часто и быстро, насколько это возможно. Идем по порядку, сначала вам, потом Дарья, потом Даяне. Да. Даяна говорит, нет, не говори мне ничего, я не буду отвечать. Так, начинаем, да? Чем гордитесь больше всего? Гордость, за что у вас? Гордость, за что у меня есть дочка. Дарья, а ваше хобби? Готовить. Вау, а Даяна, мой идеальный день, какой твой идеальный день? Лежать на кровати, ничего не делать. Так, кем вы восхищались в детстве? В плане профессии? Да. В плане профессии? Барышников Михаил, пару хрузиматов, много их. Дарья, считаете ли вы себя примером для подражания и почему? Да, считаю. Почему? Все правильно. Потому что я смогла совместить в себе балерину, супругу и маму двух дочерей. Я горжусь этим. Вау, мы не знали. Слушай, аплодсмерты, сильные женщины. Спасибо. Время даже нашла, представляешь, между тренировками. Да. Обалдеть. Так, да, Лем, Даяна, если не с собой, то кем бы вам хотелось бы стать? Врачом. Врачом, ага. Далее. Выбирая из всех в мире, кого бы вы пригласили бы на обед? На обед? Из профессии, возможно, или кумир какой-то. Илона Маска, может быть. Джо Байдена. Джо Байдена, почему? Или Владимира Владимировича Путина. Было бы интересно. Хорошо, а что бы вы спросили в этом случае? Спросил бы о искусстве, взаимоотношении. Окей, далее, идем дальше. Дарья, вопрос вам. От чего вы никогда бы не смогли отказаться? От чашки хорошего кофе. Ой, так не хватает этого кофе. Но у нас есть чай. Пиолан-чай. Пиолан-гол. Да, наш спонсор показа всех наших прямых эфиров. Даяна, последний вопрос задаем вам. Если бы вы имели возможность встретиться с собой маленькой девятилетней девочкой, что бы вы себе сказали? Иди на врача. На самом деле я не жалею о своей профессии. Ну, себе в тот момент, я бы сказала, больше работать над своими природными данными. Класс. Еще больше получается. Спасибо большое за ответы. Было все супер. И узнали много всего интересного. Сейчас будем разбирать ответы наших гостей. Мне вот интересно стало, почему Владимира Путина? И еще кого вы сказали провести на обед? Джок Байдена. Потому что, знаете почему? Вот в Российской Федерации все финансирование идет от государства. На все театры, да? А в Америке наоборот. И копейки финансирования театра. В чем различие? А в Кыргызстане у нас как? В Кыргызстане... Вообще не идет за ответы. Да, затрудняйся ответить. Ни того, ни другого. В общем, вы бы спросили, где деньги? Где? Да. Я думаю, дарит это было. Ну, в зависимости от того, с кем вы говорили бы. Ну, Дарья, мне понравилось то, что вы, оказывается, и мама. Но по вам не скажут, что мама, молодая девушка, оказывается, уже мама твоя девушка. У меня сразу вопрос. В балет отдадите дочерей? Нет. Нет. Почему? Нету данных. Ух ты. Это вот про то, что я говорил, да? А, вы сразу видите, да? Ну, у меня уже подросшие дочери, поэтому не получилось у нас. И не горели. То есть, бывает, что девочка начинает танцевать, а они обычно, да, с четырех лет. И все, прям хочет и просит. Ну, никто не просил особо, ну, немножко потанцевали, и достаточно. Это прикольно звучит, что мама такая, нет, у вас нет данных. Ну, мы жесткие в этом плане, потому что, да, когда есть физические данные, то намного проще будет человеку, и достичь определенных высот будет проще. А сколько девчонкам лет, и к чему вы увидите, видите у них предрасположенность? Старшей дочери 12, младшей дочери 8, предрасположенность. Старшая дочь хорошо рисует, любит животных. Младшая у меня вообще, она как такая фея волшебная, она еще малышка. И тоже, ну, чем-то увлекаются, что то одно нравится, то другое. Я не настаиваю ни на чем, даем все пробовать. Класс, свобода выбора. Посмотрим, что выберут сами. А ваш муж тоже артист балета? Бывший, да. Да, вот все-таки подтверждается эта информация. Класс, супер. Давайте вернемся на спектакль, Жизель. Какие у вас в целом ощущения, вот предвкушение чего-то такого, вот бум. Завтра уже начнется у вас подготовка. Мне кажется, с утра, да, вы будете в театре работать? Завтра нет, у нас завтра есть спектакль, у нас 19.00 начинается, он заканчивается где-то около, ближе к 10. Поэтому начинаемся где-то в 3 часа дня. Урок у нас перед каждым репетицией, перед каждым спектаклем всегда есть урок. Мы уроком занимаемся, а дальше уже подготовка спектакля. Они идут, девочек, уже гримироваться, там, готовятся и платья, костюмы, пуанты. А я думала, с утра или с ночи прям начнется готовка. Не, у кого как, у кого как. У кого как, допустим, она первый раз танцует Жизель. Я завтра сам тоже выхожу, ее буду партнером, графом, в роли графа Альберта, буду сам танцевать. Это вас затанцуют, да? Да, меня затанцуют, но меня, да, меня не убьют. Главное, это, конечно, нужно спасти. Потому что я очень долго буду танцевать на сцене. И пока они меня хотят убить. Пока зрители не разойдутся. Да, нет, а уже начинается рассвет. И они не успевают, графа Альберта убивает. А, вы один остаетесь. Да. То есть вы специально себе такую роль по блату убрали. Да, чтобы остаться живым. А что тут самое тяжелое, вот именно мужчинам в балете? Есть что-нибудь, какие-то подводные камни? Допустим, если наши зрители сейчас хотят отдать своих мальчиков в балетную школу. Отдавайте. К чему нужно быть готовым? Отдавайте, вы ничего не теряете. Допустим, у вас ребенок выпустится 17-18 лет. Если по балету плохо пойдет, можно другую профессию выбрать, проблем нет. Вот я тоже ничего не жалею, что я пошел в балет и дальше продолжил. Я объездил там около 40 стран, выступал в таких сценах на великих. Там больше где-то, ну вот в графе Альберта я выходил уже, наверное, тысячный раз. У меня в багаже, говорит, очень много спектаклей классических. И я рад, и каждый раз, когда выхожу на сцену, я получаю удовольствие. И когда я уже перестаю выходить на сцену, сцена тянет меня обратно туда. Потому что я думал, став главным балетмейцем, я уже заброшу танцы. Нет, я где-то 3 месяца попытался не танцевать, но зрители, и сцена, и душа просится на сцену вернуться. Как вы вообще стали заниматься балетом в Кыргызстане, где обычно парни дают на бокс, MMA, карате, тэквондо и так далее? И чем занимаются ваши родители, соответственно, следующий вопрос? И такая история интересная. Мои родители, мы жили вообще на Иссыкуль, в Балкче. Мы переехали в 2000-х годах сюда, в Бишкек, мы переехали в августе. И когда мы переехали сюда, пока мы там все вещи перевезли, время прошло. И уже мест не осталось в обычных школах. И мы сидели за ужином дома у Чопомика Базарбаева, это народно-артист Советского Союза. Он является дядей. И родители поинтересовались, можем ли мы ребенка отдать в балет. Он такой, сразу не думая, ну-ка, умеешь шпагат садиться. На лимушку или как-то так называется. Да, да. А я в это время увлекался каратэ. Я ходил в каратэ, у меня черный пояс был. Пальцы уже были на ногах крепкие. Да, я уже умел шпагат садиться, прыгать, все умел делать. Ну, в плане таких физических. И он говорит, все, в балет. Так и мне в балет отдали. И я очень рад, что судьбой свелось, что я сейчас являюсь артистом балета и заслуженным артистом. Очень интересно, есть каратиста в артист балет? Ну, Жан-Клод Ван Дамм тоже самое, был бывшим артистом балета. Да что он свел, ничего себе, классно. Поэтому он такие шпагаты делает. Круто. Спасибо большое за сегодняшний визит. В целом мы желаем, чтобы завтра премьера пошла максимально классно. Все было хорошо, без всяких там курьезных случаев. Желаем вам хорошего еще продолжения дня. Спасибо. Да, вы максимально красивые, утонченные. У вас просто, я смотрю на девушек, такие шеи, я просто балдею и сужу. Очень классное занятие. И здорово, что вы пропагандируете искусство и вот такой вот вид деятельности. Это действительно очень здорово. Поэтому, друзья, есть классная рекомендация для детей, если вы хотите их куда-то отдавать, отдавайте в балет, потому что это классно, это здорово для здоровья. Это же все равно здоровый образ жизни. Ну и в том числе, любой ребенок сможет после этого, после того, как получит образование, уже дальше решать, может быть, еще какой-то выше получить. Это все успевается, так скажем, потому что в училище сколько там? Семь лет, да, учится, по-моему? Да, семь-восемь. Вот поэтому такое вот классное занятие для ваших детей. Да. Такой вот на прекрасной ноте мы завершаем сегодняшний наш диалог, но тем не менее у нас есть еще одна очень интересная гостья. Как раз таки хотим по теме показать вам специальный сюжет, а позже уже вернемся именно к ней. Не переключайтесь.